ПУ-12М6, российский подвижный пункт управления подразделений ПВО, является продолжением семейства подвижных пунктов управления ПУ-12. Описание конструкции. ПУ-12М6 обеспечивает управление средствами ПВО ближней и средней дальности, в число которых входят боевые машины ЗРК 9К31, Стрела 1, 9К31, Стрела 10СВ, 9К33М3, АСАКМ, а также СУ от 23 до 4, Шилка. Кроме того, ПУ-12М6 может сопрягаться с одной РЛС, имеющей аналоговый выход. Приборный состав машины входит следующая аппаратура. Аппаратура навигации и ориентирования АСПДУ, средства сопряжения с РЛС, оборудование связи, приборы ночного ведения, комплекс оборудования по оповещению о радиационном и химическом заражении местности, комплект ЗИП. В перечень основных возможностей ПУ-12М6 входит можность работы по 5 радио и 5 телефонным каналам, сопряжение РЛС с аналоговым выходом, обмен РЛС с огневыми средствами, высокая помехоустойчивость, возможность работы от различных источников питания, ранее оповещение о низколетящих воздушных целях, получение информации о статусе подчиненных огневых средств, выдача адресных целеуказаний, модификации. 9С482М7 Первый опытный образец машины 9С482М7 был продемонстрирован в 2007 году на Международной авиакосмической выставке МАКС-2007 в Жуковском. ПУ-12М7 является последующей модификацией подвижного пункта управления ПУ-12М6. Основным отличием от базового варианта является наличие более современного оборудования, позволяющего более эффективно решать боевые задачи. Благодаря новому приборному составу была увеличена дальность передачи информации по радиоканалу до 40 км, а также появилась возможность сопряжения с РЛС по телекодовому каналу для получения информации о воздушной обстановке. Производится на ОАО «Радиозавод». Продолжение следует...